Алтайские чиновники теперь будут работать без золотых парашютов. Депутаты проголосовали за то, чтобы лишить высокопоставленных государственных и муниципальных служащих денежных компенсаций при оставлении поста. Ранее им полагалось до четырех окладов. С лишением золотых парашютов управленцев из региональной администрации все депутаты согласились, а за решение отбирать гораздо более скромные выплаты у руководителей городов и районов голосовали не все. У нас смущает ситуация, что на этой же сессии мы отменяем компенсационные выплаты для лиц, замещающих муниципальные должности. То есть для глав серсоветов, для глав муниципалитетов там совершенно другие цифры, там совершенно другие вопросы. Один из долгожданных законопроектов о льготах на уплату взносов на капремонт для пожилых людей. Теперь одинокие пенсионеры возрастом от 70 лет будут платить только 50% тарифа. Те, кто старше 80-ти, и вовсе освободят от взноса. Молодые же пенсионеры, только недавно вышедшие на пенсию, тоже имеют право на льготу. Правда, для этого не должны где-то работать. Я думаю, для категории граждан, которым от 70 до 80 лет и старше 80 лет, будет в любом случае существенная поддержка. Мы говорим, цена вопроса 65 миллионов рублей. Но я еще раз говорю, это не значит, что копейка в копейку. Но тем не менее, мы в бюджете эти деньги предусмотрели. Самый же резонансный закон о запрете псевдобаров, хоть депутаты и обсуждали долго, но приняли. Теперь магазины, маскирующиеся под общепит, не смогут продавать алкоголь после 9 вечера. Разрешат только тем, у кого вместимость не менее 24 человек. И для продажи напитков на вынос есть дополнительное помещение. Исключение действия, если вход в кафе или ресторан не расположен со стороны подъезда жилого дома. Всем барам, которые расположены в жилых домах, будет запрещено продавать алкоголь после 21.00 по местному времени. Ввести такие ограничения предлагается с 1 июля 2016 года. Жители края, говорят депутаты, после этого запрета останутся довольны. А вот бизнесу придется адаптироваться теперь не только к росту цены, спаду спроса, но и новым законам. Или расширять площади, или работать только до 9 вечера. Парламентарии настроены и далее ужесточать правила. Правда, пока не сообщают, как. Василий Морозов, Анастасия Дороган, Александр Морозов, Николай Шелко. Наши новости.